Не ленитесь приносить пользу, тем более в хороший субботний день. Челлендж о высадке 10 тысяч деревьев в Краснодаре подхватили на ура. И это понятно. Жарким летом тенистые деревья на мой как пригодятся. Но если уж в обжитых районах с растительностью все хорошо, то новые микрорайоны особенно в ней нуждаются. Где благодаря усилиям горожан станет еще красивее и зеленее, расскажет Дмитрий Пономарев. Микрорайон Светлоград на улице Красных Партизан любим всеми, кто решил здесь поселиться. Большой, светлый, молодой, с детскими площадками и развитой инфраструктурой. В минувшие выходные в копилку его плюсов добавился еще один. Новая аллея, в первую очередь которой в рамках челленджа, запущенного главой Краснодара Евгением Первышовым, заложили сотрудники компании-застройщика вместе с горожанами. Кстати, принять участие в акции и посадить первые деревья приехал и сам инициатор челленджа, мэр города. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы тоже все на субботник принимали участие? Да, мы принимаем участие. Ну, здорово. Солнечный день, надо сказать, располагал к физическому труду на свежем воздухе. А энтузиазму, с которым люди взялись за посадку аллеи, можно было только позавидовать. Кстати, новая аллея пройдет как раз вдоль новых соцобъектов, и дети будут идти в садики и в школу именно по ней. После того, как 11 молодых клёнов, сакур, магнолий, платанов и лип были высажены на субботнике, за дело взялись профессиональные озеленители. Для того, чтобы деревья прижились максимально, мы предусмотрели систему дренажа, то есть у нас был вырыт специальный дренажный канал, и кроме этого мы поставили специализированные дренажные трубы для того, чтобы контролировать отвод воды. Планируется еще дополнительная высадка деревьев для того, чтобы аллея была полностью сформирована. Ну и кроме этого здесь планируются другие насаждения, кустарники, хвойные, лиственные и прочие растения. То есть здесь будет, после того, как установлены малые архитектурные формы, полноценное место отдыха наших горожан. После высадки аллеи Евгений Первышев пригласил жителей вместе с ним посмотреть, как идут работы в детском саду, который откроется уже этой осенью. Основные строительные работы по возведению детсада уже завершены. Почему бы мы пришли именно с вами, чтобы вы действительно посмотрели, как внутри обстановка, что не просто корпус покрашенный, а что внутри уже установлены и двери, и плитка везде во всех тех технических помещениях, санузлах находится. Сейчас уже предчистовая работа закончилась, остается вот только слаботочка электрика, ну то есть пожарная сигнализация, слаботочку установить и все в принципе. Дошкольное учреждение на 280 мест и школа на 1100 мест строится по федеральной программе «Жилище». Подрядная организация уже приступила к отделке помещений. Параллельно идет обустройство подводящих инженерных сетей и подготовка к подключению. Наличие социальных объектов на территории жилого метрорайона – это вот та стратегия, которая непосредственно и задача, которую ставит губернатор перед нами, и помогает активно и в финансовом плане, и в административном плане, для того, чтобы мы имели возможность в большом количестве сегодня строить школы, садики. Помимо всего прочего, еще занимаемся и дополнительным образованием, и школой искусств, и музыкальной школой, и, конечно, поликлиники не будем забывать. Сейчас набрали хороший темп, и строительные компании, организации, которые участвуют в решении этой задачи, они все активно нам помогают. Внимательный подход и результат работы в первую очередь замечают сами горожане. Елена Никитенко с мужем живут в новом ЖК уже три года и очень довольны всем, что видят вокруг. К тому же у них подрастает малыш, и новый детский сад рядом с домом – это дополнительный повод для радости. Вы знаете, мы каждый день гуляем и наблюдаем, как работают строители. Все очень быстро и эффективно, потому что буквально недавно еще садик стоял в сером бетоне, уже он разноцветный, уже внутри, оказывается, все сделано. Нам, конечно, следующей весной только, но мы рады, что рядом с домом шаговой доступности есть. Естественно, не ездить никуда, не возить ребенка – это очень-очень важно и удобно. К слову, новый детский сад примет воспитанников уже 1 сентября 2019 года, а следующей осенью, в 2020-м, здесь откроют школу на 1100 мест. Ее строят на примыкающем к детскому саду участке площадью 2,3 гектара. Уже возведены стены и перекрытия, а вот погулять по благоустроенной новой аллее можно будет еще раньше, уже этим летом. Дмитрий Пономарев, Анна Володина, Алексей Попов, Юлия Дейнега. Телекомпания «Краснодар».